2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным как год семьи. Такое решение глава государства принял, чтобы сохранить и защитить традиционные семейные ценности. Кроме того, год семьи призван популяризировать меры государства по защите этого института. Наша съемочная группа побывала в гостях у лучшей сельской семьи России и узнала, какие ценности они перевивают детям и в чем секрет их воспитания. Инга и Денис всегда мечтали о большой семье. Сейчас у них три ребенка, три лапочки дочки. Старший 11 лет, средний 6 и младший всего год. Муж мечтает, чтобы еще больше. Но там уже как бог даст. У старшей Лады, как и у папы, много спортивных наград. Средняя Алиса от сестры не отстает. Занимается гимнастикой и ловко и умело делает упражнения на домашних кольцах, как заправская акробатка. В 12 лет я занимаюсь лыжным спортом. Моя карьера как профессиональный спортсмен закончится только в 28 лет. У нас тут неподалеку лыжная база находится. Мы и сейчас регулярно там занимаемся. Летом на велосипедах бегом бегаем. А зимой мы 4-5 раз там тренируемся на лыжах. Лада с 4 лет стоит на лыжах. Я ее сначала обучал технике передвижения. И уже тренируется, тоже участвует в соревнованиях. А еще они танцуют, поют, читают, рисуют, учатся печь и готовить. Часто помогают в домашних делах маме. Вот и торт приготовили всей семьей. Тесто делают мамы. Я обычно помогаю украшать и слои тортику делать. Когда я вырасту, я стану великим кондитером. При воспитании детей главное иметь общие интересы, считают супруги. Не только друг с другом, но и с детьми. А еще больше проводить времени вместе. Досуга, развлечения, хобби. Инга и Денис вместе создали семейное дело. Столярную мастерскую, где проводят мастер-классы для детей. Дочки активно занимаются и любят мастерить из дерева. Конечно, пока кроме младшей. В планах на ближайшее время развивать ремесленный туризм. Тем более условия позволяют. В прошлом году мастерская существенно увеличилась. Детям очень нравится. Самая главная цель, которую мы преследуем, это отречь детей от гаджетов. И привить им любовь к ручному труду, показать, что своими руками можно изготовить полезные вещи. Сегодня в Верхневолжье проживает более 15 тысяч многодетных семей. Внимание губернатора Тверской области к демографической ситуации и политике особенное. В регионе существует более 50 мер поддержки. Причем в этом году они будут увеличены. Как отметил глава региона, в 2024 году произойдет перезагрузка программы по жилищной поддержке многодетных семей. Это очень знаковое решение президента. Это главная задача нашего государства. Задача, которая касается улучшения демографии, внимание к семье, сегодня является ключевым вопросом. Что касается нашего региона, то мы совершенно четко ориентируемся на эту задачу, как на стратегическую. Понимаем, что не так просто построить новый дом для многодетной семьи, особенно, или приобрести квартиру. И в этой связи мы хотели бы сделать проект строительства домов для молодых семей. И уже привлечение семейной ипотеки, сельской ипотеки для приобретения этих домов при условии рождения четвертого и последующих детей. Вектор движения, заданный президентом на традиционные ценности, на семью, как основу любого общества. Это залог благополучия и процветания нашего государства. Отметим, что впервые год семьи в России был объявлен в 2008 году.